Так, можем ли пройти здесь, пройти можем, хорошо. Тут еще что-то есть, можно пособирать, пикидрам, всегда рад. Блин, опять не дошел, что-то сегодня какой-то день, криворукий. Тут мисклик, тут не дошел, тут не добежал. Так, направимся до второго героя, значит. Или не сюда. Сюда нет, сюда нет. Сюда. Можно. Ну, в целом, в целом, сдача, ну, на самом деле, вполне годная. Так вот, если разобраться, смотреть, то есть полторашку желтого здесь дадут мне. Ну, ладно, все, пойдем сюда. Отдор земли, вывод корабля. Так, сейчас здесь есть, пока ничего не видно. Здесь не пробежать, сюда можно, можно сбегать с героем. Ну, наверное, пока мы ничего не будем покупать. Вот и танк, кстати, очень здорово пришел. Мне нравится, мне тут герой. Тут вопрос, куда дорога как ведет? С дорогами все ок. Компьютер родной, одни башни. Ну, в целом, в целом, сдача вполне себе пригодная. Поэтому мы ее заиграем. Как купить сейчас? Вот такой вопрос. Привет всем, кто подходит к кладыши. Так, купите мне Зистана, чтобы уже с целью его прокачки. Либо никого вообще не покупать, может быть. Да, наверное, я пока вот пропущу ход. Ну, зараза, чем будем играть, конечно. То есть экономически она очень приятная. Деньги есть. Посмотрим. Красный свет мне нравится. Вполне. по шахтам у нас что камни здесь есть дерево есть каменной шахты пока нет картонки да блин я от картонок уже устал меня не задолбали эти картонки уже сил нету у них шлепать в этой картонке но все-таки совсем правильно будет по отношению к людям которые пришли в море своими герои я я даст из фантастики можно было не разгоняться там был все равно у калка был бы пятый разгон а у айн 4 таки на брод замедлился не разогнался на ты думаешь я только английский знаю так что нам показывает оппонент пока он ничего не показывает никаких героев нет на самом деле тебя жестко обманули больше чем твары на в картонке никто не играет хотя у твары на сейчас космические картонки новая забава кобра уже наверное легенду взял в этом месте 1111 пожал от юзинграсом но барбариан лэндвич и и и и и и и всем привет кто только подтягивается поскольку стримов по героям больше нет вам придется смотреть и слушать меня лол так калк пришел не как пришел у него intels родной конфлюкс у меня он блок уже видно и и и и и и и и и Так, ну здесь, походу, у нас будет простое решение. Можно сказать, даже почти без альтернативы. Нельзя там как-то обогнуть. Да, всех за Рождеством, папашки, с праздником. Почему не как-то так я захотел. Тем более, кал всегда придет так. Папашки подтягиваются. Диавлер, привет. Прошлый турнир по ХС выиграл Шрек. Перед этим Нитро выиграл турнир, а до этого Юрист. Юрист, кстати, уже легенду взял. Причем там стоп-стоп, по-моему, находится, если я ничего не путаю. Да, это скилл. Тебе есть еще чему поучиться. Тебе есть еще чему поучиться. Спасибо. 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 ОКТАВИЯ БЕЗГОГОВ Ну, что теперь сделать. Зато бесов много насыпало. Зато есть некроманты, зато есть калх. Фишуем, фишуем, фишуем сегодня. Да, чуть. Как раз есть возможность полноценно постримить. Жаль только, что оппоненты этого не знали и решили только сейчас ворваться, сыграть со мной, а до этого почему-то играли между собой. Я даже подумал, что, может быть, для стрима надо было вебку купить. Хотя, кому интересно смотреть мою сонную рожу. Инферно в подземке это скилл, да. Зато в прошлой игре Инферно над землей, если кто помнит, такой резко раздало, так раздало, что я ахнул. Это одна раздача была над землей. Вот такая. Ну, на XL+, скорее всего, в очень большом проценте больше под землей рождаться. Ну, на самом деле, почему с вебкой смотреть интереснее стрим? Интересно смотреть эмоции стримера. Интересно смотреть, как его там бомбит, если что-то вдруг включилась. Кому-то интересно. Кому-то интересно только героев смотреть. Дело вкуса. Тем более, у меня все равно нет вебки. Ее надо было ехать покупать. Это же время. Короче, забейте. А ты ганаш разве с вебкой стримит? Кубра смайлик поставит. Смайлик Моретти. Сиськи на вебке. Конечно, вы все бы с удовольствием на мои попялились бы, да? Ой, лол. О, 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 о Так, возьмёт ли оппонент здесь рестарт, интересно. Рестарт от оппонента в данной ситуации мне бы сейчас очень-очень не помешал. Вебка первый шаг к стримам ХСа. Я бы, кстати, стримы по ХСу бы, может быть, тоже постримил, но я играю слабо в ХС, поэтому мои стримы точно абсолютно неинтересны были бы никому. Как я топчусь там на восьмом ранге. Смешно. Юрист почему не стримит? Это действительно странно. Ага. В принципе, наверное, уже и сыграли. Что нет, обойти можно. Значит, будем пробовать. Сильвия. Зачем, в героях я играю тоже слабо, но суть не в этом. В герое по каким-то неизвестным причинам мои стримы почему-то хотят люди смотреть, а в ХС нет. Ага. В целом. Ну. Прекрасно. Да. Прекрасно-печатация. Comes podem. П波istor note. Папа купа. Спрос group нужно не vulйить контакты девчонки. Прекрасно-прод声. Напомню, все спилочки видеобажное. Всегда получится купить интересный. как лучше сделать вот так бабки вот морали конечно можно было наклеточку назад ну да это все объясняет потому что реально есть куча топовых стримеров по хс у которых которые все с удовольствием смотрят как русскоязычных так и англоязычных проблем вообще с этим нету а зажали что и за почему он не продать не нравится так воздушников что ли проплачет там конечно же штормы по-любому будут я вообще даже вы думаете а удивился хоть на минуту смешно даже вот это воздушки разбросом урона всяких комплекс их надо убивать вот проиграл мир владимиру от я думаю после этого творына окончательно решит уйти в профессиональные картонщики после этого в принципе можно карьеру завершать триммера мучка демона клавиус добрый вечер чем с по героям поровну до то есть там в принципе раздача не такая денежная как могло бы показаться обязательно надо выкупить папашку и тоже через этот через столбик его прогнать но и думаешь теперь заигрывать раздачу не заигрывать вот что-то мне она не нравится я вот вижу бездороги выход 3000 охрана значит выход спряжу будет по дороге и это мне хотя с другой стороны там может быть нужно же выходить правильно да будет конфликс играть сейчас как-то не хочет правильно творы но это картончик который чисто по фану и решил в героев покатать к нему какой спрос против профессиональных игроков так пять героев ну то это че за ночь кабец клавиус привет антоха привет так заигрывать или нет в принципе раздача достаточно хорошая есть два денежника есть топовый некромант которого можно запушить в папке здесь нычка бедемонов нычка бесов но в целом мне вот не нравится эта вседорожная ситуация не нравится его дабло конфликты все можно трещенку поставить точно совершенно тут у меня пока не видно что-то не ресурсов ничего абсолютно то есть золото собрано до на следующий день вообще не хочу делать армии стартовой нет вот такое знаешь спорно спорное спорное решение засейвим потом посмотрим мало ли что там может не прав когда покажут возьмите керет все таки не знаю почему то мне вот кажется что эту раздачу надо надо рейти может не прав не силен в xl плюсу понимание особо шаблонов у меня нет такого плана ну вот чисто вот так вот на вскидочку на самом деле кроме героя клавиус была еще неплохая разбежка и пять героев есть какие-то деньги в принципе по реста у меня еще один есть лет да у него еще есть два риса так посмотрю пусть я брал один раз два и час один и он один раз брал о ну вот это уже дорога просто просто шикардос зато зато есть к чему стремится ой но этот бред какой-то я уже думаю что надо было ту заигрывать раздачу ну жесть какая спрос ладно будем прорываться посмотрим чем синий цвет датку не говнище и будем терпеть всю игру покушьте пойти ну война войной как говорится обед по расписанию ладно чё там папашки будем будем картонки картонки шлепать так заходи расскажешь о своих приключениях немножко тут настроить чатик было видно как-то так так удалить кто-то там ссылку пожалуйста гоу аренку или ранкет а ну паки я их не открываю просто я играю арены и паки не открываю скопилось там сколько давайте немножко аренку поэтому аренку давайте аренку так давайте будем даже пытаться что-то прокомментировать это мусор это средняя это топовая карта берем ее гризли отстой голем средний элементарь хорошую моему берем элементарь ауе двойка средняя берем ауе не помешает она битат неплох тигр неплох археолог принципе тоже достойная достойная карта здесь без ни о чем это ни о чем трог нормально жертвенный договор не пригодится это хрень это тоже хрень но хрень которая стреляет на 2 наверно будет получше чем хрень как расстрелять на 1 хотя с другой стороны этот и ближе по мане возьмем нами мы не знаю даже они примерно одинаковые ну давай возьмем наверное да и возьмем нам нужна колода поменьше так призыватели бездны отлично берем вот сколько дадут только берем shadowflame ауе хорошие берем им ганг босс берем сколько предложат только берем как он с чарджем злая курица башни фигмеев я думаю злая курица и и пик поэтому даже думать нечем так инфернала берем однозначно нам нужны демоны под это нам нужен бомбер нам нужна ранняя игра переполняющая мощь как финишер жаба как двойка или дерзкая налетчик тоже как двойка на 32 лучше чем 23 поэтому наверное мы возьмем все-таки жабу хотя переполняющая мощь тоже достойное внимание заклинания можно взять ее но мне я хочу пока существ побольше набрать берем жабу это мусор это мусор это тоже мусор но все-таки не такой-ка не такое конечно хотя можно принципе взять 21 за 1 он как единичка не самое худшее потому что там не мешает где-то 3 2 ему выставить на первом ходу но опять же это все бред карты 33 ну давай возьмем клинки потому что на остальное просто жить так панда озорная делать овца что здесь возьмем я бы наверное все-таки либо панда либо дева овцу нам нечем триггернуть поэтому она вообще бесполезно она только против нас играет нужно жнали меня обилка за одну ману я думаю нет возьмем панду им ганг босс берем сколько видим ликтлена добор молчаливый рыцарь очень хорошо хорошая тройка ликтлена ну ликтлена возьмем черный археолог еще один берем однозначно парящий страж демон однозначно берем на принципе еще бы по допаду подвезли бы чуточек призыватели бездны и колоды в принципе очень получил даже хорошая темная бомба отлично римгу хорошо это четверка хорошая это иничка тоже хорошая но даже не знаю четверка на чем хороша что она легко с 3 2 меняется еще тушу после себя оставляет где-то можно и опыт переполняющий мощь закомбить демон ну в принципе демон не так оставать им демон ромар ну все карты достаточно посредственные удачу фаргена им ганг босс еще один шикарно страж гнева который получает шелфлэма на 30 берем призыватель шикарно эти шикарно мукла отлично и плена еще один наверное многовато но с паладинчиками бороться вполне вполне себе норм ментальный дислокатор госпожа боли я думаю что все таки ментальный дислокатор так в принципе аренку набрали хорошая арена получается им ганг босса призывателя то есть хороший хорошая данная игра колода достаточно боевая нету жирных демонов ну только вот 11 который бы выскочил хорошо но тем не менее значит в умелых руках она бы набрала конечно много побед но в моих руках может 33 возьмет так ну поехали вчера у меня была прикольная аренка играл оппонент выставляет ли стол поздравляет меня с праздником зимнего покрова а у меня в руке смертокрыл но я тоже поздравляю соответственно как таких случаях водится с праздником все нормально ставлю смертокрыла все хорошо он думает до фитиля фитиль пошел думает 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 и ставит своего смертокрыла но это было конечно бомба да у меня так давно таких не было жестких матчей кстати уже отменили праздники зимнего покрова поэтому только обычные привет зимний покров закончился пока ошибка выбирать не приходится ну это какой-то странный ход с его стороны все это мне непонятный чего хотел с ним жонглером добиться даем этого разменяемся и пока ему вот такого папашку он его забрать не может а мы ему может быть быть а сейчас третий друг ему подрежем что тоже не может вас не радовать отлично у меня этот вариант вполне себе устраивает правда мы сейчас немножко огребем по щам да что пошло не так ну тут самое время сыграть а нифига не самое время можно отъехать можно просто разменяться поставить муху это первая опция можно поставить разменяться поставить вот этого потому что это hunter конечно поэтому он и раздают но если мы стол займем мы не можем он будет тем быстрее убивать давай ладно а мы его брать не хотели ну естественно он в него попадет я даже вообще нисколько не сомневался что у него попадет но тем не менее принципе тоже не самый худший вариант который мог случиться а он 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 только фейс только фейс него трейд все правильно делает охотник одобряем одобряем ну так в принципе можно быстренько отъехать если он сейчас что-нибудь найдет твоя магия тебя не спасет неплохо сыграно или поставить муку да пока так ну если он сейчас не убивает и стол не защищает но слетал ага он нас убивает я думаю это я спустил собак 3 4 5 6 9 только урона в принципе у нас не убил но это хорошо не убил не убил не на самом деле я вообще не удивился если бы сейчас команду взять мне пробросил бы и все и гг интересно конечно сейчас самое время подумать ханта который трейдится ну таун и цичит так что нам лучше сделать в данной ситуации либо будем трейдиться полностью либо делаем шедоу флейм и идем в фейс я думаю все таки все таки мы будем играть шедоу флейм или не надо шедоу флейм играть или растрейдится поставить ети таунт у меня сход будет 49 урона но наверно нет наверно все таки шедоу флейм будем делать в принципе 8 урона у нас на столе то есть если у нас как-то хитро не это если он сейчас не не дойдет что то ой хант который лечится я вас умоляю ребята так вопрос будем ли мы делать хеллфаер что будет мы делаем хеллфаер мы выживем вообще или нет на зомби похилит или нам просто забрать зомби и что-нибудь поставить то я думаю мы просто зомби забрать заберем ну я не знаю зачем он поставил здесь этого зомби вкусного меня это честно и вообще непонятно ну слушай ну правильно кстати мне подсказывать надо было может действительно муклу поставить мукла бы там помог хантер который пытался он пытался но он не смог не на самом деле вот на нуле победах часто попадаются сильные соперники они же тоже начинают с нулем побед то есть они же тоже как бы стартуют арену поэтому очень часто на первых победах отъезжаешь вот этот мужик нам пригодится кстати я думаю сыграть археолога потом его пандой забрать будет наверно хорошо монетки либо ничего не ставить ну посмотри чем за первый дроп поставят носим 12 поставят можно археологов но опять же если я поставлю серьезно или приберечь монетку нет я все таки попробую на что делать проход поставит мини бота что я буду делать с археологом ну ладно пока пропустим я вполне ожидаю здесь мини бота увидеть на второй ход поэтому мне будет очень сложно сыграть вот дает покупаешь продаешь так давай ликт лена конечно можно даже сейчас сделать но не надо он нам пригодится отец героями герои пока оппонент отошел перерыв попросил поэтому поэтому пока ждем так варианты либо мы играем темную бомбу либо мы играем вот этого пацана монетка ликт лена но я думаю что он вот так вентальный дислокатор на тече начнет четвертый ход поставить у нас есть бомбу наху панда которую можно вернуть от оружейника божественная милость ну давай не на самом деле герои понять куда сложнее чем эту игру потому что герои герои это герои все честно поставить кого-то с четырьмя хп допустим 54 какое-нибудь существо то можно будет забрать яйцо и хочет наверно печать королей бахнет да мне нравится этот ход с его стороны так варианты убить бомбой темной бомбой поставить клинки раз убить сюда поставить бобометателя 2 экономить темную бомбу ну оба вариантов достойные внимание но я думаю все эти клинки и фейс на 5 ему засадить он был любом бы не так интересно давай ладно давай сыграем и по лицу пройдем пусть он забирает клинки если хочешь если хочешь пусть вставляется у нас вот этот пацаны у нас есть катка пламя бомбометатель нам еще пригодится правильно ух ты ё-моё а ну он не трейдится never trade так варианты варианты дислокатор первый вариант второй вариант ликтлена сюда от пламя зачистка стола но все-таки мне нравится больше вариант дислокатора потому что мы его еще не понятно когда реализует хорошо дислокатор нам помогает мы делаем вот так делаем вот так выбираем вот этого паку спокойно сыграю панду конечно ставить на дислокатора но ладно может не прав папский медведь пограмотно уже поменяться ну наверно через бомбометатели сыграем все все-таки да тут не в хэс мы герои играем только ждем оппонента так я принимаю вызов сейчас как только оппонент вернется мы сразу же продолжим играть героев что приказание что приказание что приказание что приказание летал вроде летал пацаны он пропустил лета в поладинчик тоже отъехал но он что то как то с этим механоусилителем оптимистично сыграл им надо было все равно трейдить клинки и как то более менее нормально было бы но он пошел хорошее начало оставлять летское пламя я думаю не надо пытаемся дожать так значит что логиня на как и и и и и и и и и хотел добрать монетки голодного краба разыграть здесь монетку я думал почему бы нет привет привет настоящим картонщиков не оппонент конечно нам попался очень сильный поэтому привет дэйв заберем так как то что интересно об этом пожалеешь можно вот так вот и 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 гневом играть в забор а потом принять лицом этот вариант очень не нравится добьет лицом поехали дальше сколько у нас времени прошло с момента оппонент отчален но вот корот уже должен вернуться и полчатик прошло уже обычно где можно было интернала оставить потому что и два призывателя есть вероятно что он быстренько заскочет призывайте вот он как раз героев начни завезли нет героя ждем оппонента мы как раз уже пока выбрали несколько рестартов ждем оппонента папашка пригодился пингом пока наверное не будем не будем наверно мы атаковать меняется пока так важно пока просто возможностей может не прав против консекрэйшен пока получить не рискуем монетка ушла уже более прикалывает сколько побед у этой дряхлой дочки ну пока идем 30 пока один 30 но чувствую но скоро это подав ломают что приказание про утро привет подтягивается изи 33 до вполне вероятно сейчас мир покрыл будет все я она страж карты че делает а собака надо действовать и давай призыв бой кстати вариант есть панду сыграть нет вариант нравится на им им гэнг босса а можно и заморачиваться игра просто отменяться и сыграть что-нибудь такое пока не хочу вот так и так пусть как хочет защищает трусильвер если только не покажет давай еще чуть попасть я она страж 8 визу правильно давай 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 все правильно братан все правильно делаешь так боюсь тут вариантов не шибко много шаду флейм дать или к плена все конечно почищать человек получил карту барон гиддон у нас опции других нет а вот и поплатам с обезьянкой почему только у них оппонентов всегда срабатывает у меня никогда грязь какая то так 7 за 2 маны кого-то поставить на кого панду мы поставим поставим на пусть там разменивается где славик да мне нужен ментальный дислокатор это было бы знатно здравствуйте здравствуйте заказ карт так убить ли мне бомбой паладинчика но не надо пока не будем ну-ка давай-ка иди сюда 5 6 урона у него и моды еще где-то 7 найти он выбирает это меняет 811 13 урона плюс бомбер так все понятно же готов сейчас ареночку добьем и можем так что он с урона давай начнем с этого 7 плюс 3 10 не до не хватает урона поэтому сыграем грязновато ставим папки фильме и наверное вот этого парня секретный паладинь так все ребят продолжаем герои закрываем этот балаган так переключаем на героя на героя поехали Далеко не закрывай, скоро пригодится Ну не знаю, не знаю Ты думаешь У меня, кстати, рестартов не осталось Так-то на скидочку Слушайте Вот это мне уже нравится Луна Ну, посик, луна не луна Нам уже тут Не до хорошего, как говорится То, что наверху меня радует Такой выбор замков Когда хорошо за Энфирно играешь Понимаешь, Антон, тут турнир Любимчики в бой Тут замки заявлены со старта турнира То есть мы Замки у каждого на весь турнир одним И мы черкаем только шаблоны Да, луна, как обычно К сливу оппонента Оппонент, видя луну Думает, что он сейчас ей будет Там чудеса микро творить И в итоге отлетает на первых же Кентавров И пишет ГГ Все счастливы Жмем руки и играем в картонки дальше Опа, еще Еще два реста Да, опа, еще два реста Но Мне что подсказывает Что он не сильно Жаждет Рестартить луну и свой красный цвет Кстати, по вторичкам Что у нас У нас в цитаделе И у меня башня У него второй конфлюкс ближайший Чайный Ну там поди возьми его Грейд и импов на переход Если нет Игната Или импов мало То Не очень хорошо Для меня Важнее Быстрее фридов поставить Грейд и имп Конечно, хорошо Там ложки Там все дела На импах На разгоне Все нормально Но У него все-таки Мне фриды нужнее И Гогами Как-то Проще Их, во-первых Чуть-чуть 8 плюс 8 16 гогов Не так много Конечно Но тем не менее Будет чем Повоевать А грейдить бесов Здесь, наверное Здесь, по-моему Что они охраняют Не видно Ну, псядешь здесь Капитанов Ну, я не считаю Что это Нужный Нужный Грейд И что Они Имповее От этого Станут Импу Это нитроглодиты Их, во-первых Не так много Они После первого Неудачного Столкновения С кем-то Отлетают Просто Полстека Сразу Поэтому Не вижу Смысла В грейде Вот, честно Я считаю Что лучше Мы как-нибудь Это Помикрим А ложков Мы на гарпе Пока разгоним Ну, и на пятой Скорость Тоже нормальная Скорость Для ложков Абсолютно У нас тут Не джебус Чтобы Могпоинт И ложков Прям так Решили Где он Каждый ход Что-то собирает Какая вероятность Рестарта От оппонента В этом раскладе Я думаю Может быть Слив луны Вообще На 1-1-1 И закончили Кстати Бонус Золото Тысячу Золото Принес На минуточку Не худший Случай Все равно Я считаю Что в данной ситуации Грейт Импов Абсолютно Не в кассу Будет Если Грейт Импов Значит Значит Все-таки Это Мы идем Стэком Импов Просто так Грейт Ради Грейда Без Вообще Без Всякой Ударной У нас Силы Мы Сейчас Хоть С Гогами Хоть Что-то Сможем Пробить Они Нам Не помогут Ну Чем Мы Разбежимся Плюс Эфриты Появятся На день Позже Чем Можешь Объяснить Грейт Раглодит Он Хорош Грейт Раглодит Во-первых Дает Урон Не Не И Здоровье Все-таки Потому Что Все-таки Здоровье Очень Важно Если бы Давал 5 Бесам Плюс Здоровье То Было бы Конечно Другому Потому Что В этом Траглодиты Шестью ХП Они Не Так Рассыпаются Как Импы Четыремя ХП Траглодит Там Подсотку А Здесь Всего Будет Полтинник То есть У нас Получается Сколько И 18 И 17 35 И Еще 15 Ровно 50 Так Что Если Старт Игнатом То Грейт Импов Да И Все Соответственно Плюсы Этого Грейда Они Пойдут Ну Только В Увеличение Или Если Зашел Игнат Но Я Все равно Даже В случае Если Зашел Игнат Сторонник Игры Игры В принципе Еще Момент Что Мы Наверху И Мы Пока На Своей Земле То Есть На Своей Земле У Нас Шестая Скорость Судьбет Я Считаю Что Это Вполне Достаточно А Противник Не Стримит Нет Противник Не Стримит Не Знаю Почему Но Он Не Стримит Так Пока Он Ничего Там Не Показывает Имбову А Что-то Он Задумал Все надолго видимо луна проводит какой-то непростой бой противник листок не берет ну не берет по фону вот сразу блок тюрьма и так октаве пока пробежимся вниз и что здесь найдем а ничего не нашли обход должен быть чему с родным героем слушаем боюсь тюрьму тут еще надо отвоевать вот и темно 27 хорошие потери и 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 а понятно что траглобит вообще получат так и и так по поводу бога сейчас отдельно поговорю под закончу вероятность грейденах опять овер 9000 учет не хочу я я хочу пробить конечно 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 грейден и есть даже даже и думать нечего а и и и и и и и и и Прямая досюда. Блин, не добил. Дай-ка он так вот делает. Ага, пошел он бить. Пусть стреляет. Так. Он думал вниз что ли туда пробежать? Может там подразведать что? Полезнее будет чем по дороге. Ладно, мы тогда даже сейчас. Хочу убиться. Искучку золота найдем. Купим еще героя. Можно было костер пробить. Тоже не помешало бы. Ага, нашли. Так, ну пока поровну героев. Ну, в первом приближении играть можно. Так, ребят, что-то пропустился, прочитаю чат. Смотрите, по поводу Vogue, что я думаю. Во-первых, Vogue сам по себе очень имбалансен. Своими фишечками там такими, как всякие обилки существ, специальности существ. Ну, может быть там что-то поменялось, давно не играл. Я тоже, кстати, начинал с Vogue. Но как платформу для скриптов его использовали в версии TE Tournament Edition, а затем и VT World Tournament, который был на базе Vogue. То есть там все скрипты были вписаны, люди делали, как им кажется, свой баланс. В итоге из-за того, что разработчики забили на него баги, постоянные возникающие там, не дали ему нормально развиваться. Как показала практика, в другие версии, отличные от дыхания смерти, в которые все привыкли играть, в которые все знают в детстве, это герои, народ уже как-то не особо хочет играть. И именно люди привыкли играть в классику. Сейчас, благодаря HD-моду, очень сильно развивается это направление, именно в пользу классических героев. Поэтому неудивительно, что они стали общепринятой версией. Опять же, допустим, с других ресурсов иностранных, люди подтягиваются, они все умеют играть именно в эту версию. Поэтому тут уж исторически так сложилось. И версии, подобные Vogue, VT, впрочем, не прижились. Сейчас активно пиарится проект HOTA, Horn of the Abyss. Она, я так думаю, как альтернатива Vogue, может быть, в какой-то степени продолжение Vogue, но все-таки больше как альтернатива. Сейчас в этой версии достаточно много играют. Там достаточно активная, адекватная команда разработчиков, которые взаимодействуют с онлайн-комьюнити, также следят за изменениями и отслеживают баги. Поэтому посмотрим, что там получится. Версия HOTA на данный момент достаточно популярна. Люди ее любят. Поэтому подождем. Версия HOTA. так что у нас по раскладу по раскладу мы убежали сразу направления здесь если здесь тупика не будет и что-то мы там найдем это хорошо здесь тоже что-то есть фото скорее очередной аддон после пункта бога молочен да согласен это как бы там совершенно другая модель то есть они и р.м. скрипты именно уже все и сама игра переделывается может быть я конечно немножко сказал не так но суть я думаю понятно кстати у нас есть ничка дэвилов на минуточку кто же ее охраняет да и охрана так не такая проклятие и замедление на всякий случай будем будем иметь ввиду что замедление здесь у нас есть шахту красим смотрим кого мы можем купить мы покупаем естественно герои с деньгами то мы будем строить будем строить и демонов вот хватит но сначала мы пробьем ну да охрана кстати я так погорячился назвав ее лёгонькой пусть и уже оранжевый комп вовсю взаимодействует ты наверно прав что все таки расставился как обычно через одно место но у у у у у у Продолжение следует... Продолжение следует... Хочется, чтобы оппонент купил героя еще... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главное правильно закрыться, чтобы никого не ударили лишнего... Понятно все... Вот она вся суть героев... Кто-то сейчас получит вещей... Надо было проглотитов забрать и виничками откидать... Ладно... Да, конечно... Сейчас мы пойдем на Зомби... Варианта быть не может... Почему мы на вампировкам точно не полезем... Продолжение следует... Продолжение следует... Сверху... Сверху... Да, я сам в шоке, что Инферно сверху... Продолжение следует... Ой, блин... Немножко на фейлил... Как получится это не значит? Немножко на фейлил... Сверху... Сверху... Filter реле... В комментарии... Пилос... Вisten, что Simple сделать... День двух третий, с 걸чьих43. Вон, да! Продолжение следует... Я не думал, что зомби могут столько проблем создать. Если руки из одного места растут, то... Тут ничего уже не поможет. Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы попасть туда, мне придется через вот это, что ли, пролезть? Грифов я боюсь. Здесь не видно охрану. Что делать? У-у-у. Продолжение следует... Норм сдачи. Да базара нет, вообще сдачи огонь просто. Шикарно. Ну, допустим, этих-то мы поломаем. Да, конечно. Не вопрос. С Грифонами что делать? Может быть проще вампиров пробить? А что там за вампирами будет? А как вампиров пробить? Кентавров попробовать пробить. Гриф это вообще пертрежа? Да, гриф это похоже на... Либо это объект какой-то, который мы не видим. Ну, либо это улик. Ну, так отдаленном. Ну, вряд ли нет. Ну, не видно здесь охраны. Не видно. Либо это пертрежа, действительно. Либо это какой-то объект, который скрыт в тени. Единственный, я говорю, вариант есть вообще. Больной да безобрать. Это вот через вот отсюда выйти. То есть вот через дамбей здесь. И выйти здесь на свой же респ. Такой обход дебильный. Нет, все-таки я предлагаю немножко пойти по респу, повоевать. Все-таки мы пока до такого маразма не будем доходить. Сразимся с вот этими ребятами. А вот это вот заберем все. И может быть еще здесь какой-то сундук. Ну, и вот 10 можно поэтовать. Ну, а дейфритов там дойдет. И там уже, глядишь, с эфритами как-нибудь раскрутимся. Все, что вам побоишься. Мало их же. А нас много? И непонятно, кто будет за вампирами. Там может быть какие-то окажутся какие-нибудь медузы или что-нибудь еще такое же. Там же тоже надо бить охрану. Поэтому пока спокойненько абсолютно дожидаемся эфритов. Без лишнего темпа. Хотя не знаю, что более спокойное можно пробить. Это или это. Хрен его знает. Ладно. Сейчас еще чекнем консу. У оранжевого все хорошо. Закинтаем пятый левел герой. Да. Возможно, герой будет неплохой. Возможно. Мы еще вот это можем как-то прихватить. Если там, допустим, будет какой-нибудь герой. Ну, я уж там, конечно, не загадываю. Но всем какой-нибудь маг. То есть стал мир. Может быть цель. Возможно, мы сможем с помощью этого мага и дьявола пробить. Ну, вот, ребята, тут говорите, вампиров, вампиров. Ну, допустим, их будет, к примеру, ну, допустим, их будет 12, да? Будет грейжерный стэк. Ну, как бы оно, конечно, все весело, да? Но я что-то не готов пока. Вот вообще не готов. Эфритов на этого им нафармим. Спокойненько, абсолютно, без всякого напряга. Все пробьем там. Тут, конечно, не... Ну, а что это толку уже? В ГС, ну, опять же, как вся ГС поведет. Тут сложно сказать им. Если ГС полетит, например, напролом сразу на весь ход, тогда мы их как-то в первом раунде быстренько оформим, остальные там пока доползут, допинаем. Ну, а с этим разберемся. Если, допустим, конца единичка, можно задуматься об ее взятии хорошим героем и эфритами. Ну, со всем мясом. То есть, к концу единичкой мы тут тоже делов понавертим. Так, ладно, папашки, тут ненадолго отключусь. Прям буквально минуту, не знаю. Альбак, которая это не имеет. Редактор субтитров Б. Корректор А.Кулакова И.Б. Кам Stuff Продолжение следует... 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 грифонами супер трыжу. Хотя не факт. То есть если это грифонов 20, это 6000, это грифонов 40, это 9000. Это идет сюда. Или не факт, опять же. Может быть это к розовому компу, но 40-х комп. И он, значит, точно не туда. Либо это выход сюда. Опять же в эту же зону. Может быть и такое, что это вот такой проход. То есть это... Ну, скорее всего... Ладно, посмотрим. Посмотрим. Так. Здесь у нас столько ресурсов. Чудный кран. Консо минималка. Это нам уже дает какие-то позитивные моменты. Главное сейчас не отъехать здесь. По-тихому. Да, я альта боюсь. Я не переключаю сцену, а именно просто альтап нажимаю. Так, начнем сначала с кентавров. То есть бой тоже будет не самый простой абсолютно. А, ну их мало. Я не понимаю, что это кенту флей. Объясню, почему в лампы они могут быть с ГЭТом. Это раз. Это составит мне проблемы определенные. Кенты проблемы такой не составят. Это раз. Во-вторых, кенты как-то проще размикрить. И в-третьих, за вампами еще будет охрана тяжелая. После вампов мы можем просто там не пройти. Это, пожалуй, все основные причины не пробиваться туда. Пока вейт. Пока сюда. Снесем. Что я опять покосячил? Как это на меня похоже? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А это что за маневр был вообще? Я вообще не понял их мало. Ну ладно. Это уже их проблемы, как говорится. Как они играют. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не худший вариант. Так что бы выбрать? О! Кто-то заказывал Салмира, ребята? Вот это совсем другая тема. Салмира мы сейчас быстренько подрасскажем и в конце, и еще где-то. У нас 50 маны. Мы тут и вампиром под обосною. Ну, я не хочу именно проредить эту концу. Я хочу взять с первого захода. Почему? Потому что... Почему? Потому что так надо. Потому что мне денег жалко на разбивки. Сможем ли мы зафармить здесь в концу? Ну, то есть в третьем варианте действительно есть такой разбиться в конце салмиром. Туда два чайника зафигачив. Это один вариант. Второй вариант. Ну и, соответственно, потом его выкупив и направив к дьяволам. Пополнив ману здесь в колодце и раздолбить их с полухой здесь. Ну, что такое? Не, я считаю, что салмиром надо брать ее полностью. Что-то как-то я по-нараспавлялся здесь. Ладно, башенные войска брать не будем. Моя задача сейчас будет взять вот эти два сундука и как-то вернуть армию. Да, вниз сейчас я иду собирать там ящики. Мне реально фриты нужны прямо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, Салмира надо загнать, проучить магию. Стрелки там всякие, не помешают абсолютно. Так, ну пойдем пешочком. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, что не совсем входило в наши планы. Думаю, что мне магия здесь понадобится. Все равно мы следующим ходом не сделаем так, чтобы вся армия оказалась в конце. Ну вот, ну никак. То есть следующим ходом мы возьмем два сундука и расставим с помощью цепочку. А уже на пятый день мы выкупаем ипритов, пробиваем к концу, ломаем вот этих ребят без проблем. На шестой выкупаемся, на седьмой. Ну опять же, вот это все прохлада с этими нычками. Где взять... Где взять на них денег, на этих дьяволов? А я, кстати, почему-то предугадал именно Салмир. Это первая моя версия была, которая там будет. Чайник дамажит у нас немного, он дамажит 166. То есть мы будем где-то одним выстрелом убивать... Ну шесть штук мы будем убивать. Ну шесть с половиной, да, грифонов? Ну с одного залпа. В общем еще не совсем понятно, как он там по консе пойдет этот залп по другим грифонам. Ну это все опять же и лирика. То есть мы слева-слева встанем гогами, афритами, демонами. Вот здесь. Здесь выставим единички. То есть сразу навалимся афритами. Они единички соберут, скучкуются, получат удар на три тека. И в следующем раунде тоже на три тека. Да, в три тека я думаю все-таки тоже худо-бедно-то попаду. И в первом и во втором раунде. Соответственно. Где-то, что всего две цепухи. Потом вампиров как хз. Ну вампиров мы уже просто ангелом и афритами проломим. Тут уже нам молния здесь не будет так актуально. Конс единичка, да. С грейжным стеком. В принципе мы сейчас еще подгоним сюда эту Нимус на разгон. То есть Талмир возьмет, а Нимус дальше пролетит. Приветствую, Дмитрий. Неожиданно видеть вас на нашем скромном стриме. Кушок мяса, второй стек под. Ну я планирую цепухоль бить после того, как они уже прорубят. Ну сходят, гриф едят. Немножко игра наладилась с Салмиром. Немножечко мы так скажем. Можно сказать чуть-чуть камбэкнулись в конце единичкой с Салмиром из тюрьмы. Чуть-чуть. У меня даже сейчас есть идея, что мы вот на этих вот дэвилов тратить время не будем абсолютно. Я считаю, что это... Ну хз, короче. Подумаем. Подумаем по поводу дэвилов. Вот, сейчас пойду ненадолго. Чайку себе сделаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну пока вот не знаю, значит, дьяволов у меня такие двоякие чувства. То есть, конечно, два дьявола на 1-2-1, такой достаточно неплохой. Но, во-первых, денег их надо тысяч пять на скупку лишним. То есть, опять же, где это взять? Я потрачу на это... Ну, то есть, я прирост уже не покупаю, получается. Она, кстати, будет Медузятинку чекнуть. Что-то, кстати, я про это вообще забыл. Медузятинка прям у замка стоит, прям просит под раздачу. Ну, мне что-то тоже, я считаю... Потому что, если мы там выйдем на ту территорию, вот та зона, которая... Которая за вампирами, она очень бедная, очень бедная зона. Поэтому, не знаю. В Медузятинку на 1-й влезть так прохладно. В Медузятинку со снайперами тем более. Может, еще в Циклопятинку? Кто победил в Битве с Тогой? В Битве с Тогой у нас сейф. У нас где-то начало второй недели, в 1-2-3, по-моему, мы пробили концу тройку, нацелились на трыжу. Улики взяли. В принципе, достаточно неплохо мы там раскрутились из того, что было. Кстати, кто смотрел стрим с самого начала, все-таки, я думаю, что тот расклад с клавиусом, который мы зарестартили, в итоге оказался чуть ли не шоколадным. По сравнению с этим. Я думаю, самая нормальная тема, строим циклопов. Бьем эту Циклопятню, строим гильдию, 4-ю, Армагеддон, ГГВП, все счастливы, расходимся. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Против гномов нужны ли мне троги? Троги, трогов, наверное, можно и отправить назад. И гарпию, наверное, тоже, потому что все-таки у меня единички как-то будут поважнее. Ну, в ком, как обычно, показал, как он играет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы сейчас тут такое натворим. Мы стал миром, проучим фортсилд, прячем гогов за силовым полем, всех разбомбим. Поэтому все будет шоколадно. Единственный момент, который меня сейчас очень пугает, это нам не хватает бабосов на 2 и 3. Но придется трейдиться, к сожалению. Потому что все-таки 2 эфрит это не один эфрит. Ну, это, в принципе, конечно, и так понятно, но не менее. Нам нужно 1800 денег. То есть нам не хватает еще 375 голды. Соответственно, надо 875 наменять. Ну, в принципе, если мы натрейдим, я думаю, должны наскрести на это все. Но в любом случае, от вариантов нет. Герои бабло не приносят. Приносят у нас суммарный доход 1100. Он уже прибавился. У нас 1425 голды. У нас там с сундуками не повезло. Сундуки были на полторашку и на тысячу. Ну, такие. Конечно, это не артефакт. Но придется купить рынок. Вытрейдить все. Но, тем не менее, купить этих эфритов Ну, и быстренько тут распинать консул. Так, видео нет. Слушайте, ну, ребят, должно быть видео. Посмотрите. Напишитесь. Всех нормально с видео-то все. По-моему, должно быть все нормально. Может, обновить страницу? Так, есть какие-нибудь тактики ущемить таймер противника? Ну, как бы таковых тактик нет. Тут уже зависит от индивидуальных особенностей противника. Насколько он быстро и медленно играет. Ну, конечно, когда когда стоишь перед противником проблемы. Да, все, говорят, норм, ребят. Тогда обнови. Попробуй видео обновить. Иди, должны на ГГ и на Твиче работать. Ну, не факт. Потому что настроено все это было давно очень. Заболтать противника на время его хода это кобра. Это кобра. Я думаю, мастер-класс должен показать, как заболтать противника. Они ГБО-ты. Да, да, да. Нет, обычно во время не онлайн игр, а именно когда проводят влан-турниры типа чемпионат СНГ и прочее. Там вот там эти методы вообще грязные. Работают на ура. Ну, в принципе, 1-1-5 на дворе, а мы уже постепенно с респа выползаем. Неторопливо, я думаю, мы по правильному направлению движемся. Все хорошо. Я думаю, один ангел без ифритов и без единичек спокойно выведет вампиров. по идее должен. Да, сейчас с ангелом должно быть... У меня, кстати, героев раз с экономикой, два с экономикой, по золоту специалист. Просто у меня прям... Так, оппонент показывает нам больше героев, чем у нас. Ну, это пока ладно. Это ладно. Единственное, что меня беспокоит, воткнет ли он птичек на первой неделе. Тут за конфликс вообще, вся игра в это упирается. Поставишь ни птиц или не поставишь. Но 6LM10 достаточно богатый шаблон. Ну, мой респ, конечно, исключение, но... Но, тем не менее. Папашка Фьюр, а не Луну. Ну, может, Фьюр просто разгоняет. Кто его знает? Я вот честно не боюсь Луны в его исполнении, причем не шибко боюсь Луны на XL-шаблонах, потому что не такой профит с нее, как других нормальных героев адекватно. То есть, конечно, есть какие-то плюсы, но чем дальше будет затягиваться игра, тем от Луны будет меньше пользы. если Луну брать, то это только на второй неделе уже надо качать другого героя. Я думал о тем, чтобы Радамоном пробить гремлинов, думал об этом, но если там окажется штук 30 грейженого стека, боюсь, не окупит мне эта кучка золота таких страданий не стоит оно того. Поэтому все-таки будем как планировали. Привет всем папашкам, кто подошел на гг-стрим. Ну, проверьте, должно работать. У кого-то тоже на гг-были проблемы, но обновите страницу, должен стрим работать на гг-г-г. твич робит. В основном трансляция сделана на твич, на гг-г ретрансляция идет. офлайн на гг-г. Странно. Странно, почему на гг-г-г-г. ну ладно, в любом случае нет времени с этим заморачиваться и вряд ли там что-то на стое. Ну, лучше смотрите твич. В принципе, там сразу идет туда трансляция. на гг-г-г. ну вот, ребята подсказывают и смотрят в гг. Странно. на самом деле, после того, как мы проверим весь вот этот выход, многое станет на свои места. кстати, тут я думаю, надо, наверное, еще будет с ангелом зацепить вот этих вот папашек. Стоит ли вот их зацепить? Я думаю, что да. Я думаю, что надо пробить вот этих и вот этих. Во-первых, свиток, во-вторых, проход на наш же Респ открывает это два, в-третьих хоть какая-то экспо будет. Да, односторонник там. Спасибо, Артем, я знал, что ты настоящий друг, ты всегда сможешь поддержать, поднять настроение. Спасибо, что зашел, не забываешь. с Рождеством тебя. Не, на самом деле тут даже если там односторонник, у нас есть вот в эту зону выход. В принципе, мы прорвемся. интересно, Артем, как ты думаешь, есть грейженый стек здесь? Поддержи меня, скажи, есть здесь грейженый стек у греймлево. Спасибо. Все уверены, что есть грейзеный стэк. Все, значит точно не будем бить гремлина. Папашки знают, что говорят. Чатик всегда прав. Там 7 грейзеных стэков стоит. Героя проверим на грейзеных стэк. Все правильно. Всегда так делаю. Так, пришел ход. Там некр появился. Ну да ладно. Все как и планируем. Катверт. Замок. Замок. Местцу сразу прикладен. На каких-то денег нет. Рынок. Кристаллы нам практически не нужны. 1600 и надо еще 200 взять. Похочем. Где-то лифты есть ресурсы какие-то. Ну, джамы, если что, с 3-салами там найдем. Так. Так, намашнили ресурсов. Как обычно, наш расчет дальновидный не прокорнал. Цепочки не срослись. Ну, почти не срослись. А теперь будем думать, как расставиться. Так. Кого мы берем? Берем точно Гогов, берем точно Демонов, точно Эхлитов, точно Гремлинов. И единички Бесов. Есть ли смысл брать фулл стэк Бесов? От этого я пока не могу сказать. Наверное, да. Потому что что-то вдруг пойдет не так. Так. Ну, ладно. Где-нибудь разберемся. Как-нибудь. Так, расставиться надо. Тритый сенсор, третий, пятый, Дима Нюги. Куда Дима Нюги? Так, наверное, расставиться. Да не уверен я, что все-таки где-то, если можно, мне кого-то спасут. Хрен с ними. Эфрит. Он же долетит с шестого стэка до Грифонов. Я вот что-то совсем, наверное, туго стал соображать. Ладно, поехали. Комп не вывозит. Что очень-очень странно. Пошла жара. Так. 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 В гогах чуть-чуть попадет или в грифонах не знаю в кого конечно скажет губ это бред спросил да че он моралит собаки рваные и и Демоны прям за жизнь борются. Ладно, будем считать, что операция прошла успешно. Так, надо пробить этих папашек. На всяких случаях, на всяких жутких моралей. Ну таких, например. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, кто там говорил? Какой свиток? Метеор Шоу. Ну тоже не худший случай. Так, ну что, ангел выведет вампиров? Смотри-ка, даже не пришлось мучиться. А вот этих мы не справимся. Без поддержки. Ух ты, плюс один скорость тоже пригодится. Ух ты! Ого! Что-то фриты вообще не там почему-то стоят. Продолжение следует... Продолжение следует... ТВ упал. Продолжение следует... 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 Я тоже не понял, почему выход случился только в самом конце. То есть, либо выкидывало бы сразу, либо вообще не выкидывало бы. Может просто он вышел, я не знаю, потому что когда ТВ падает, перед подключением жмешь, если успеваешь, то нормально пройдет. Так, ух ты, гонар, вот он, попробуем загрузить последний когда я передавал. Возвращение. Поехали. Возвращение. 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 Ух. Ну, пожалуйста. рейди персональный да кстати и у них нет стримеров есть по одному смайлику амилу виде демона вреди виде адмирала пике адмирала так посмотрим что нам делать дальше ожерелье мы отжали тюрьму мы не отожмем вот сюда нам в принципе нет смысла ли только ради экспо если что там прямо наверно замок будет по дороге только кобра конечно нагадал наванговал со своими этими односторонниками но наверно вот это вот проход супертрежу или компу нет на раски то супертрежу проход ну да кстати тут справедливо поэтому их там мало здесь пробьемся на опыт сейчас еще хоть поможет маги если поймаем им вообще будет хорошо она видимо получается у нас мы в этой зоне да это либо вот в эту зону 23 либо напряженную а рыжим компом в любом случае ни туда ни туда не хочется идти абсолютно если только идти в центр оттуда на зеленого ночью так тоже все это прохладно по ходу придется вот здесь от пробивать грифов и и как-то туда по бездороге выезжать и и и и и и и и до свиток шавера бесполезен без четвертой гильдии отстроены я склоняюсь на сети на туда и туда все-таки ломиться пробиваться до ну и туда тоже надо хотя бы до замка дойти как и и и и может быть сейчас еще 10 найдем полезно кунь золотишко тоже будет приятно плюс один скорость тоже уже хорошо штормов 59 и конечно можно ты пухой там подолбить но я чет как-то это чет я очкую ребят конечно там адово будет сносить может быть стоит заморочиться на самом то деле маны нет чем дело маны нет там где ты пухи дал их уже там нету но стоит ли землянками куда-то посылать туда ну за кентаврами тоже всего лишь герой сидел всего лишь стал мир ну заморачиваться согласен абсолютно не стоит бред вообще какой это надо цитадель поставить на этот ход на следующий как-то уже готовится к скупке на 121 уже что какой-то план надо намечать куда концу может быть еще где-то найти но а самый план будет связан через вот эту конечно там где там где-то там мы выйдем на дорогу и и тогда ну можно будет раскрутиться близко дорога это будет очень здорово но с этим мясо греблены отлично в конце тебя показали там прям вообще нормально простояли приняли на себя много чего хорошего не нычку дэвилов я не буду брать во первых это долго во вторых это очень дорого на и искупать очень дорого можно конечно плюнуть на все и купи вот сейчас вот прям щас передаться по цепи назад и эрдамоном их взять но и я что-то как-то это ради того чтобы выглядеть одного дьявола по сравнению с тем что нычку возьмем на первый как-то не не готов я пока ну кстати может быть ты прав может стоит заморочиться делить ими я знаю что кобра мне советую себе отлился быстрее дьявол конечно бьюинг хороший но и особенно в грейдом но до грейда первых не дойдет тык из архидиалов я про него вообще не вообще такое не рассматриваем до этого даже близко не дойдет дьявола и дьявола и да и вот по идее можно заморочить социал мира прямо сейчас разбить через колодец играть забрать ну понимаешь в чем суть дьявол если я возьму на 1 у меня будет всего два дьявола на 2 если я иску возьму на втором не будет один дьявол не на 2 будет взять их намного проще люди не потеряю на не на охране и нигде ничего поэтому не знаю можно конечно заморозиться прямо сейчас двинуто покрасить эту нычку то есть здесь мне хватит на вкупку даже одного дьявола там чуть намутим на 2 а почему возвращать армию я не я не понял у меня армия сейчас найдете прекрасно заняться либо мы сейчас пойдем элементарий пробив пробить мне вообще вот эти грифинов надо поэтому туда мне вырвутся важнее вперед чем не ребят как про два дьявола но тоже мне я считаю что на русской и нам чем больше разведу разведывать здесь искать это выходы куда-то потому что начать с ними дьяволами ну а дальше куда но я потрачу все деньги все это на них амигу бы одобрил даме ну конечно но меня сейчас больше интересует момент выхода куда-то на какой-то ништяк что-то нам интересно найти поэтому и и и и и и и и и 20 и вы увидите что ты там покрасить ничку то все такое но я просто опять же под просяду по темпу можно чуть залить еще здесь на гарпе и на и в ничке они чень и прокнятый мораль а в ангела врежутся и все и он отошел да причем еще там конфлюкс все закончили все здесь мы закончили надо ли стал миром еще ману прихватить я думаю не помешал а и а а так будем ли скелетов пробивать главным героям это хороший вопрос стоит ли для этого сундука тратить темп так и здесь бегаем вниз пока бобло подогнали слушай ну про архидьяволов здесь вообще забудут ближайшее время это можно просто забыть этих юнитов на данный момент пока нету в нашем расписании давай давай ладно давай ладно почему так все стоит плохо почему так все стоит плохо плохо 5 вот Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok так надо быстрее что-то поображать и 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 так 4 что за хрень то а вот и до деревни дошли хоть может быть вампиров кто что думает по этому вопросу а а а а а а а а а Ну, хочется покрасить замок, если честно, прям очень хочется Ну, походу, не судьба, не срастется Ладно, мы пока сейчас ход все равно передадим Вам не критично, его прямо сейчас на них напасть С грейзными вампирами вообще тут можно много чего взять Вот обидно, что если их реально штук 20, да, к примеру А мы их не пробьем Единственное, что я еще думаю, что вот этот твитер надо прихватить Вряд ли мы сюда, в принципе, вернемся больше Это зависит от того, что сразу сколько капитанов понабежал На самом деле, вампиров у них очень большое вылили У них очень большое вылили Поэтому тут хрен уже знает, что там будет Ну, будет их штук 30, и что мы там с ними будем делать? Мечки дьяволов нету, нет, на этой неделе, к сожалению, мы туда не попадаем Сейчас у нас план будет такой Мы должны будем передаться вот сюда, сифенрот И ей проломить у грифонов Туда, куда-то пройти От этого зависит В теории, конечно, можно сломать мечку горгон И покрасить их Но нужны ли мне горгоны Покуда на своих эфритов денег нет Потом еще в болоте их застроить Загрейдить, все понятно Все классно, все идеи вообще отличные Все классно, все классно Не, ну, привел, ты интересно, только рассуждаешь Строй дьяволов, дьяволы на секундочку стоят 15 тысячи, 20 тысячи и 2 тартузи Так-то Их надо где-то наковырять еще Ну, кроме шуток Потому что, всякие Даже если мы вот возьмемся, что у нас есть То есть эти медузиатни Мы не наберем Мы не наберем 15 тысяч А сидеть их копить И не 15 тысяч Ну, как-то я тоже Чтобы вот смысл-то не вижу Мне бы вот на 1, 2, 1 купить Герои и эфритов 3 эфрита купить Это 2,700 Герои 2,500 Это 5 тысяч, да? Сейчас возьмем что-то здесь Возьмем что-то здесь В принципе, наверное Это близко к истине Можно, кстати, не ломать грифонов А было бы сверху зайти Да План, конечно, и находит Придумал просто шикарный Победа Сразу же Да Судя с тем раскладом Что мы играем сейчас Почему-то Расклад С клавиусом Мне кажется Уже Каким-то вообще шоколадным Да Вот Я с удовольствием Быстроил дьяволов Ну Тут Как бы Другие моменты Есть Для них же еще надо Это Питов строить Ну да Нычку, конечно, надо Если строить То дьявол С нычкой По идее Можно 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 Но В односторонники Нырять Это как бы Это Такая прохлада Что Прям Забей Он кинет Куда-нибудь В жопень В какой-нибудь Вот Такого Будешь выходить Вот этого Так вот Выход Какая-то дорога Еще какая-то фигня И как Обратно вернуться Да не На самом деле Консу на первой неделе За любой замок Практически Можно взять Минималку Тут Конечно Салмир Знатно Подсобил Прям Но В целом Может все-таки Гаргоны Конечно Этот план Мне нравится Может Скибаллисту Купим Ну А каких Ложков Пока У нас Нет Ложков Пригодных Для этого Я могу Конечно Октавию На следующий день Туда швырнуть В принципе Она у меня Потом дальше Будет не в плане Но она может Во-первых Выскочить Отсюда Да Если бы Они работали Как двухсторонние Это была бы Такая имба Конечно Капитоли Пока не Предлагали Но Тут Видишь Суть Мне не в том Что Как бы Ртуть А мне важно Дотянуться До Октавии На этот ход Надо до нее Дотянуться Она возьмет Сундук За скелетами И добежит До куда-нибудь До сюда Дальше Салмир Заберет Отдаст Катберту Катберт Ворвется Сюда Передаст Шенарок Она тут Дальше Пойдет Как получится Ну-ка А ней Пробить Конечно Грыжи Это вообще Прохлада Можно Зацепить Вот этих Будет Дракондоров Ну Смотри Опять же Вот Чтобы Работать С односторонниками Нужно Чтобы Там Где-то Находился Близко Выход Обратный Такой же Вход Точнее То есть Мы тогда Можем Через Ложков Микрить То есть Затыкать Проходы Мы можем Их Использовать Как Двусторонники Но Это Так Прохладно Нет Больше Инферно Городов Нету Пока В Стартовых В Трежерных Зонах Наверняка Что-то Есть Может Я Не Прав Вот Может Быть Я Думаю Наверняка Конь Стингер Играя Здесь Расклад Он бы Наверняка Построил На Взятие Дьявола Почти Уверен Моретти Скорее Все Не стал Этого Делать Да Могу Пожертвовать Ложка Но Я Пущу Его Но Не Этим Ходом Этим Ходом Я Возьму Сундук И Возьму И Отдам Салмиру Армию Мне Там Нужнее И Потом Его Конечно Пущу Назад Ну Блин Ну Каким Маслом Каким Маслом Где Взять Масло Где Экспиртную Землю Надо Слиток Собрать Воскрешение Нежити Блин Сильно Не дошли Надо Был Слиток Плюнуть Напрямик Вы Выйти Сюда Через Гарпий Смотрит С разгоном Немножко Не Подгадали Звук В? Тр linen Я Был Выйти Увид Выйти Слиток Бл Все-таки надо скелет пробить, не могу я не сделать этого. Продолжение следует... План ведь накрылся, как не хотел, не получилось, квиток был явно лишним, сто процентов, согласен, абсолютно лишний бухтвиток не нужен. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так а тут у нас очень интересная ситуация получилась проход который планировался здесь не состоялся упа здравствуйте это я очень удачно зашел магия земли двушечка с грейжиным приятная конца так вот здесь мы сейчас ничего не будем строить просто чтобы аккуратненько выкупится и хавать вот эту концу на следующий день а чё салмир? салмир пустой его надо куда-то деть его разбивать я точно не буду я это Нимус пойдет возьмет наверное спокойно ладно что-то заиграл передавать на доход тут что-то ничего не выкружен нет метеорит нельзя юзать без отстройки дилды так у нас ксирон гладили 2 700 ну блин ну конечно все хочется поставить а деньги где где деньги мне нужно сейчас скорее кускорее скупиться скорее взять вот эту концу мне на чё это все покупать то это всё это всё Ну, сейчас возьмем к концу и с тремя ангелами все-таки как-то это полегче все будет все-таки все-таки полегче, да, что-то не прокнуло, что здесь нет выхода через марков походить как-то потом туда. Блин, что-то как-то жестко все с дорогами, прям жестко. Есть еще, кстати, крутой вариант. Пока пойдем брать немусы туда, в сторону конца, будем двигаться, да, Талмир пойдет брать коробку. То есть мы возьмем ангелы, передадим тремя ангелами и здесь разберет и возьмет коробку. Может быть, что-то в коробке интересное там и найдет. Какую магию там. Ну, вот этот мне герой нравится прям. Тоже пригодится. Да, тремя ангелами нычку, как бы, ну и спокойно возьмем на второй неделе ту нычку. Была бы она в темп, как говорится, то есть по тупям. В принципе, все реально. Если за вампирами, допустим, дадут еще золото, то вообще... Да, можно сломать штормов, но смысл за тюрьму. Салмиру бы где-то еще бы маной пополнить. Было бы вообще шикарно. Я думаю, наверное, он пешком сейчас домой пойдет ману пополнять. Пешком пойдет пополнять ману, пополнить и, может быть, даже дьяволов сломает. Вариант второй. Куда-то у мира приткнуть. То есть, опять же, направляем его сюда, на Пандору, и здесь пополнить ману. Да, стремят ангелы, и она и бессалмиру упадет, конечно, тишторма. Чуть-чуть, что их там сносить. Надо просто немножко подумать, подгадать, как-то лучше сделать, с кем. Я сейчас Октавию закину сюда. То есть, возьму золото и закину сюда. Посмотрим, что там будет. Может, там какое-то золото найдется. Это ладно. Нимус мы сейчас подгоним сюда поближе. Здесь пособираем. Салмира поставим куда-нибудь сюда. Это поставим сюда. Потом передадимся. Салмир возьмет тюрьму. Посмотрим дальше по результатам. Скорее всего, герой из тюрьмы или сам Салмир пойдет отбирать нас в Пандору. А тем временем, пока это все будет происходить, мы будем цепь еще куда-нибудь устраивать. Там десятый уровень. Даже к бабке ходить не надо. Десятый уровень какой-нибудь конченый с глазом орла и прочими премудростями. Но тем не менее, он сам как герой может полезен быть. Если вот на этой тюрьме, которая здесь стояла, на ней написано было просто красными буквами, что там Салмир, то здесь я вообще в этом не уверен. В этой тюрьме написано, что здесь какой-то лошпигон сидит. Прямо вот написано. Да, там гунарцык спертной землей. Единственное, что обидно, что у нас это Сепхенров не посетила гильзию дома. Так бы сейчас, если где-то земельничку бы докачать. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok А этот пока домой доползет. И потом остатки прироста вытащит. как-то перспективе надо еще вот пока когда будем вот это все собирать надо взять инки паховать ведь 2049 здесь не смотрел тупим тоже забыл посмотреть нет интересно оппонент построил все-таки птиц на первой неделе или нет и 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 Так, что у нас есть? Да, подхватим, конечно, по Пандору, она слишком хороша, чтобы ее не взять. Там все равно светится луна. Ну, рванем в монолит, так. Ммм, вот это зона. Давно я таких длинных дорог не видел. Еще обидно, что не забрать ее. Можно часть какой-нибудь ошметки туда тоже закинуть армию, покрасить замок. Как вариант, нормальный вариант. То есть мы здесь встанем и до этого... Так. Так. Кстати, в портале дьяволов хорошая идея, если кличка бедных не была бы покрашена. Где же штормы? Хороший вопрос, слушай. Реально, что-то не хватает, что-то не то, что случилось. Ломалось без ключей. Ну, черный рынок сейчас сейчас тоже что-нибудь купим. Так. Может быть сюда камень опыта посетить? Продолжение следует... Катберт у нас теперь с логистикой. Вот тут есть вариант импов подгрейдить. Все равно шибко нечем заняться. Сколько у нас получается? Тысяча займет грейд, демоны стоят полтора, 2 600, на соточку что-нибудь закупим. А можно на вариант выкупить блогов на эти деньги и демонов. Ладно, грейдить импов не будем. По крайней мере в этот ход. Так, так. Докуда дойдет Кассирон? Вопрос. Дойдет же? Вроде должен дойти до него, да? 60. Так, где он дойдет? Катберт пусть стоит здесь. Угу. Катберт до куда дойдет? Сюда. 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 Как-то так. наверно делаем не думаешь вверх вот туда думаешь поставить это вполне тоже чуть повыше сделаем лучше в таких вещах как бы по опыту скажу что лучше перестраховаться чем до страховаться